Какие виды спорта в нашей стране наиболее популярны именно в беттинге? Всегда номер один был, есть и останется футбол, а именно российская премьер-лига, английская премьер-лига, испанская волига. На втором месте идет хоккей, то есть это непосредственно КХЛ, НХЛ, то есть опять же самые популярные лиги. А дальше уже идут теннис, баскетбол и прочее, при том у нас стоят они довольно сильно. А вот условно волейбол, баскетбол — это уже такие более нишевые сферы, там куда меньше оборотов. Опять же НБА то же самое идет ночью, многим это невыгодно, многие спят банально, то есть нет возможности поставить. А волейбол, условно, у нас, скажем откровенно, в упадке в плане ставок уж точно. А что происходит с налогами в игровой сфере? Ну, грубо говоря, государство решило найти еще один способ получить налоги в свою казну и создало, соответственно, ЦУПИС. То есть это дополнительная организация, которая контролирует все депозиты и выводы из коммерческой конторы. Ну, непосредственно легальные, которые к нему подключены и, в принципе, это стало обязательным, если ты ведешь свою деятельность в Российской Федерации. То есть если контора нелегальная, то есть там, условно, лицензии находятся где-нибудь на Каймановых островах или у нелегального париматчика, как раньше было на Кипре, то как бы ты под это не подпадаешь. Это не инициатива контор, им это невыгодно. И, по сути, это дополнительный налог еще в 13%. Он берет либо с моментального выигрыша 15 тысяч, то есть если ты со ставки выиграл больше 15 тысяч, ты даешь 15%. Либо за период около года, и если твой выигрыш, по-моему, составил более 4 тысяч рублей, но там это очень расплывчато. Различные формулировки есть, условия. Некоторые конторы тебе об этом уведомляют, некоторые нет. Все это еще в процессе становления, и вот первые звоночки только с этого года начали появляться. И развитие станции ждем уже в 20-21 году, что с этим всем будет. Большинство людей же на ставках проигрывает, то есть они проигрывают на ставках и плюс они еще, получается, должны налоги платить за это. На самом деле, только с выигрыш на ставках занимается налог, по крайней мере, насколько я знаю. Но, например, париматч может запрашивать налог и даже со всех ставок. Были случаи уже, когда приходили квитанции, даже если клиент был в минусе, то из налога приходили сообщения, что надо уплатить определенную сумму. Но это не совсем легально, не совсем законно, и с этим вообще по-хорошему надо идти в суд. А как букмекеры борются с успешными игроками? Самый стандартный способ – это порезки, верификации и блокировки аккаунтов. То есть, если человек систематически выигрывает на дистанции, то ему снижают максимальную сумму ставки. То есть, например, на тотал угловых у него была максимальная ставка 20 тысяч рублей. После того, как он условно выиграл на таких ставках 50 тысяч рублей, у него максимальная сумма ставка, например, 5 тысяч, потом может стать еще меньше и вплоть до нуля. Это самое банальное, самое первое, с чем сталкиваются игроки. Второе – это порезка коэффициентов. То есть, обычно равные плечи у букмекерских контор – это от 1,83 до 1,95 в зависимости от маржи. У успешных игроков маржа, соответственно, становится выше до того, что играть просто невозможно до полтора в обе стороны. То есть, это уже ни о каком комфорте или выигрыше на дистанции уже речи не идет. Ставить, опять же, просто невозможно. Также, если клиент захотел вывести свои деньги, то ему прилетает верификация с большей долей вероятности. И проверка эта может закончиться даже на проверке паспорта, то есть буквально там два-три шага обычно. Так и до того, что непосредственно нужно будет пройти видеоконференцию, предоставиться гран-паспорт и НЭНС, НИЛС, какие только возможные документы. Раньше некоторые конторы даже в поддержке, люди не знают даже, как это назвать, шутили, можно сказать. Нужно было достать справку из психбольницы, потому что ты в адекватном состоянии черришь ставки. То есть, даже такие прецененты были. А можно ли обыграть букмекера с помощью систем? Ну, если мы берем под систему, то есть, это какой-то подход, стратегию или еще что-то, то мы обратимся к финансовому менеджменту. По сути, есть две единственные системы выведения подходящие, это флэт и критерий Келли. Критерий Келли у нас, если коротко, я не буду вдаваться в формулы и прочее, чем больше вауины ставки, то есть, чем больше мейкер ошибается, тем больше мы ставим на ставку. Чем меньше вауинность и чем меньше вероятность в игре, тем меньше мы ставим, соответственно, в пропорции. Если интересно, в интернете можете почитать, там много информации, мы разберемся. Ну и классика – это флэт, то есть, мы ставим фиксированную сумму на определенную ставку, то есть, например, у нас банк 100 тысяч рублей, мы ставим там по 2 тысячи рублей, по 2 процента на одну ставку. Соответственно, например, у нас там банк становится 200 тысяч рублей, мы повышаем до 4 тысяч рублей. Это самый такой традиционный, надежный и простой формат ведения банка. То есть, для того, чтобы выигрывать на дистанции, подходят, наверное, только вот эти два формата. Также для самых опытных игроков можно еще играть именно экспрессовыми двойниками. Многие считают, что двойники убыточны, в целом я с ними согласен. Единственный вариант, если у нас ставки только вауины. То есть, в обычном экспрессе, если мы соединяем два события, вероятность выиграть у нас довольно-таки небольшая и отрицательная мат ожидания. Если мы объединяем две вауинные ставки, то перемножается также и вауинность, что на дистанции даст нам больший результат. Но это довольно-таки тяжело, потому что надо одновременно найти два таких события, успеть их проставить, там могут быть небольшие максимумы и просадки, соответственно, будут большие довольно-таки, потому что коэффициент у таких экспрессов уже там три и более. А тройники? Чем больше событий, тем меньше вероятность на победу. Какой коэффициент ты примерно выиграл? Ну там, с 10 рублей, там 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей? Я никогда, по сути, почти что не играл экспрессами, только когда начинал, когда еще был, можно сказать, типичным паном. Ну вот, из-за этого у меня, в принципе, не такой космический выигрыш единственный, если брать одну ставку. Если брать максимальный коэффициент, то это около 32, это была ничья на бокс, один аром. В принципе, выиграть, наверное, у букмекера – это проще, чем выиграть в лотерею. Ну, безусловно. Как бы и по вероятности. Просто многие ставкам относятся как к развлечению. То есть, условно, человек включил матч по телевизору, видишь, что играет его любимая команда, давай-ка я там тысячу поставлю на ее победу, чтобы было интереснее смотреть. На самом деле, к ставкам надо относиться скорее, нежели как к покеру, например, или просто к типичной работе. То есть, на самом деле, ну, как к трейдингу относятся трейдеры. То есть, непосредственно просмотр матча, изучение статистики, надо знать, как играет команда, какие особенности, составы и все остальное. То есть, если относиться к этому как к работе, зарабатывать можно и нужно. Другое дело, что сами букмекеры, особенно у нас, не очень хотят, чтобы люди это делали.